Здравствуйте, меня зовут Яна Скворцова и я приветствую вас на своем канале Мода Эджи Дима и канал о моде красоте, также об умном шопинге. Один комментарий привлек мое внимание, комментарий был оставлен несколько дней назад, поэтому мое внимание он привлек несколько дней назад. Но материала набралось у меня вот к сегодняшнему дню, поэтому сегодняшнее видео будет посвящено как раз таки вот этому комментарию. Итак, одна из моих давних подписчиц, давних зрителей, одна из самых первых зрителей оставила мне вот такой интересный комментарий. И три момента здесь мне показались очень интересными. Итак, к видео о том, как не покупать впрок, был оставлен комментарий следующего рода. Как не покупать впрок, когда видишь свой редкий размер? Страдаешь шопоголизмом, написала мне моя зрительница. В итоге много вещей не успевается вынашиваться и в общем-то становится неактуальным. Итак, вот такой комментарий. Что мне здесь понравилось и почему я хочу обратить внимание ваше на этот комментарий. Итак, по поводу шопоголизма. Я очень долго, ну, наверное, считала себя шопоголиком и испытывала некое чувство вины о том, что от того, что я покупаю одежду, от того, что мне нравится покупать. В общем-то, в какой-то момент я переключилась на вещи для дома, чтобы, в общем-то, избавиться от этого чувства вины. В общем-то, я вроде как и покупаю, но, в общем-то, и не для себя, потому как украшаю дом, жилище и так далее. И хочу вам сказать, что, в общем-то, со временем я пришла к выводу, что шопоголизм как таковой не нужно демонизировать. Я уверена, что крайне мало женщин страдает, в общем-то, шопоголизмом, так же, как можно страдать, допустим, алкоголизмом, то есть, или наркотической зависимостью. То есть, шопоголизм очень часто возводится в некий ранг вот такой вот болезни, когда женщина именно страдает. Но на самом деле, на самом деле, очень часто это просто поиск своего стиля, это, возможно, очень часто не всегда умение выбирать свои вещи, и именно от этого приобретается вещь за вещью, вещь за вещью. Очень часто это просто желание получить удовольствие посредством шопинга, так же, как мы пытаемся получить удовольствие посредством еды, но не всегда же мы называем, в общем-то, частые перекусы чревоугодием. То есть, просто мы вот часто кушаем, и нам нравится еда, нам нравится Талина, а еда, мы ходим в рестораны, и это не признается зависимостью. Поэтому по поводу шопоголизма я бы, наверное, не стала особо заморачиваться, потому как желание выглядеть хорошо, оно, в общем-то, свойственно женщине, и более того, я за то, чтобы это желание в женщинах поддерживать. И у меня есть видео, вернее, идея записать видео по поводу фэшн-лени. Уже несколько месяцев я вынашиваю эту идею, но, в общем-то, никак не судьба записать это видео. И хочу сказать, что именно сегодня я была в кафе, куда приехали две другие мамочки из нашего же сада. Этих мамочек я, в общем-то, знаю, мы не дружим, но я знаю, кто они, мы с ними здороваемся. Я, в общем-то, смогла их сфотографировать, безусловно, без их разрешения, но я не думаю, что с этим возникнет какая-то проблема. Итак, эти две мамочки, у них маленькие дети, у мамы, которая блондинка, у нее один ребенок, у мамы, которая стоит спиной, возможно, двое детей, но я не уверена, вижу ее всегда с одним ребенком. Эти мамы почему привлекли мое внимание? Ну, прежде всего, потому что они ездят на очень дорогих машинах. На очень дорогих машинах в Италии могут позволить себе ездить люди не просто богатые, которые могут приобрести себе эти машины и купить, а прежде всего люди, которые, в общем-то, могут позволить себе платить эти налоги за, в общем-то, такую недвижимость, за хорошие квартиры, за хорошие машины и так далее. Поэтому эти мамы привлекли мое внимание прежде всего тем, что они, безусловно, могут позволить себе дорогую одежду, дорогие сумки. Вот одна мама стоит с сумкой Louis Vuitton, и, соответственно, вот изо дня в день, когда мы с ними встречаемся, я их вижу обеих вот примерно в таком варианте одежды. И я хочу сказать, что это, безусловно, фэшн-лень, потому как у людей есть деньги, у людей есть, безусловно, время, чтобы одеться, потому как дети уже достаточно взрослые, они ходят в детский сад. И, соответственно, вот эта фэшн-лень приводит вот к такому виду. Поэтому я, если честно, за шопоголизм, чем, в общем-то, за вот такое вот выражение фэшн-лени. И, безусловно, я, наверное, в отдельном видео прокомментирую, как бы я переодела конкретно этих мам. Здесь лишь в двух словах скажу, что здесь, безусловно, имеется небрежность сама по себе в выборе и подборе одежды, и то, как она носится, то, как она надета. На маму, которая стоит спиной, я бы, безусловно, поскольку она предпочитает брюки, одела бы брюки скини. Я считаю, что брюки скини смотрятся хорошо на любой фигуре, на любом размере. Поэтому вот я бы заузила максимально лодыжку. Здесь, вы видите, лодыжка, ну, очень-очень широкая, и это, в общем-то, ей утяжеляет ноги сами по себе. Безусловно, я бы оставила прекрасные белые кроссовки Adidas. Крутку бы я тоже поменяла. Возможно, на такую же длину мы видим, что здесь длина хорошая, она не заканчивается на самой широкой части бедер. Но я бы сменила, допустим, на легкое пальто. Мне даже кажется, что легкое пальто стоило бы чуть дешевле, чем вот такая парка, потому как парки хорошо сделаны и стоят, как правило, достаточно дорого. На этой фотографии не видно сумку, которая, в общем-то, держит в руках эта мама. Это сумка с безумными какими-то цветами, цветами с пайетками, а также там какие-то заклепки. То есть, в общем-то, это скорее подходит для возраста девочки, которая ходит в университет, а то и даже в школу. Вот такая сумка. И более того, обе эти женщины стоят с очень тяжелыми сумками. Я бы не рекомендовала вообще никому с такими сумками ходить. Они похожи на торбы, особенно если у вас очень много верхней одежды. То есть, вы и так одеты, на вас много одежды. Плюс еще эти сумки, которые больше похожи на тяжелые пакеты, которые вы тащите за собой. Вот в этом случае они тоже вышли попить кофе. В общем-то, сумку можно было спокойно оставить в багажнике. У нас достаточно спокойная ситуация, никто багажник не вскроет. Тем более, машины припаркованы напротив этого кафе. Поэтому вполне можно выйти было просто с телефоном, с ключами от машины. Эти сумки, эти торбы, по-другому не скажешь, можно было оставить в машине. Другую бы маму я бы тоже переодела. Но, опять же, повторюсь, это больше вопрос другого видео. Но, повторюсь, что в отношении к этому комментарию, который мне был оставлен, я вот обеими руками за шопоголизм, чем, в общем-то, за такое проявление фэшн-лини. По-другому я это назвать не могу, потому как у этих мам есть свободное время. У этих мам есть также деньги, чтобы, в общем-то, потратить на красивую одежду. По поводу, как не покупать впрок, когда встречаешь свой редкий размер. Я за покупки впрок красивой одеждой. И вот объясню, почему. Возможно, вы сталкивались с такой ситуацией, когда вы элементарно не можете найти себе вот просто черный свитер, самый обычный черный свитер, своеобразным вырезом с круглой горловины, либо белый свитер. Ну, что может быть проще, чем просто темный, чем просто черный свитер, либо чем просто белый свитер. Но, тем не менее, как правило, такие простые вещи сложнее всего найти. Это связано с тем, что эти вещи мы очень быстро вынашиваем, потому как они нам нравятся. Они лаконичные, и очень часто именно лаконичные вещи быстрее всего вынашиваются. Обратите внимание на то, как вы вынашиваете свои вещи. Наверняка это тоже так. То есть вот самые простые базовые, что называется, фасоны, самые простые базовые цвета вынашиваются очень-очень быстро. И, соответственно, проблема не в том, что производители редко выпускают вот эти базовые вещи, а проблема в том, что мы их очень быстро вынашиваем, быстрее, чем, в общем-то, периодичность появления этих вещей в продаже. И, соответственно, мы находимся в постоянном поиске, либо очень многие из нас, я уверена, очень многие из нас находятся в постоянном поиске вот своих идеальных джин-скини, своей идеальной вот простой черного простого свитера, белого простого пулловера и так далее. Соответственно, я когда-то, и я когда-то прочитала вот такую рекомендацию, если вы нашли свой идеальный черный свитер, купите себе две пары. Более того, если вы нашли себе идеальный черный свитер по подходящей цене, купите себе две пары. Хочу сказать, что брюки, которые я купила за 32 евро, сейчас на сайте Юкс, они остались, они стоят 56 евро. Соответственно, одна из рекомендаций, о которой я тоже скажу в отдельном видео про интернет-шоппинг, это отслеживать промо-акции. И они крайне часто бывают в районе праздников, в районе предпраздников. В общем-то, Юкс вообще очень щедр на различные промо-акции. Поэтому, это явное доказательство того, что за цену одних брюк, 56 евро, я немного переплатив, купила себе две пары брюк, которые я сношу просто за это лето. Потому как я в них хожу на детские площадки, я сажусь на бордюры, я езжу на велосипеде. Эти брюки очень сильно затираются, вытираются, просто они рвутся в районе своих швов. Соответственно, по поводу этого второго пункта, чтобы покупать в прок одежду, я за то, чтобы покупать в прок одежду по хорошей цене, если попадается свой фасон. И по поводу неактуальности вещей, которых много и которые не вынашиваются. Сейчас я скажу в двух словах, но об этом тоже запишу видео в рамках минимализма. Я открыла для себя очень большое удобство в том, чтобы иметь, скажем, однообразные вещи. Однообразные базовые вещи, лаконичные, повторюсь, для кого-то это может быть платье определенного фасона. Для меня это свитера с круглым вырезом, не очень плотной вязки, не очень тонкой вязки. Это также различные брюки скини. Это, в общем-то, вещи однообразные, которых может быть очень много в гардеробе, которые мы можем, в общем-то, с оказии покупать по хорошей цене. И которые, в общем-то, лично мне никогда не надоедают. Возможно, никогда не будут надоедать и вам, если вы подберете фасоны, которые вам идут, и которых будет очень-очень много. То есть это будет некое однообразие, которое никогда не выйдет из моды, никогда не перестанет быть актуальным по одной лишь причине. Потому что эти вещи вам идут. Они вас украшают, и вы себя видите в них красиво, и, соответственно, вы с удовольствием их носите. Любой человек, в общем-то, он хорошо себя чувствует в тех вещах, которые прежде всего его украшают, ну, по крайней мере, по его собственному мнению. Если, допустим, ему кто-то скажет, что ты сегодня хорошо выглядишь, а вот он сам себя в этих вещах чувствует не очень хорошо, то, соответственно, какими бы модными они не были, какими бы актуальными они не были, эти вещи, человек все равно в них будет себя чувствовать некомфортно, он будет избегать носить эти вещи. И наоборот, с вещами, которые, в общем-то, не модны и не актуальны. Ну, вот я сейчас стою, опять же, в черном свитере, даже не видно его фасона, но этот свитер мне очень идет. Опять же, нужно оценивать аутфит в целом, но я убеждена, что он мне идет. Я выбрала даже этот свитер для записи своего видео, поэтому я чувствую себя красивой, я чувствую себя хорошо одетой. И, в общем-то, это та вещь, которая для меня всегда будет актуальна, прежде всего, потому что она мне идет, а она меня украшает. Ну, в общем-то, вот такой вот комментарий. Спасибо за ваши комментарии, которые вы оставляете, потому как они прежде всего дают мне идеи для моих видео. И, в общем-то, увидимся скоро. Это была Яна Скворцова. Всем хорошего дня. Пока-пока.